Еще раз всех приветствую, меня зовут Алина Овчарова, я специалист отдела по вопросам реализации государственной молодежной политики, я курирую направление молодежной медиа. Я очень рада, что у вас здесь сегодня так много собралось, я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча станет стартом нашей большой совместной работы по созданию новых, хороших медиапроектов в нашем регионе. Я хочу рассказать сейчас кратко о том, как мы сегодня будем работать, и кратко расскажу о проектах, в которых можно принять участие в сфере медиа в этом году. Сегодня у нас здесь будет три, точнее четыре мастер-класса, здесь мы сейчас слушаем мастер-класс по интервью, потом мы расходимся на две площадки, одна будет здесь, вторая в поле, здесь пройдет мастер-класс по телерепортажу, в поле пройдет мастер-класс по репортажной фотографии. После этого мы опять собираемся все здесь и слушаем мастер-класс по созданию локального медиа. Это понятно? Да. Вот, давайте перемещаться как-то быстро, перерыв делать не будем. Там мы стулья передвинем, если нам не будет хватать, мы передвинем отсюда все в такой рабочей обстановке. И теперь кратко скажу, что нас ждет в этом году. Сегодня последние регистрации на наш региональный и молодежный образовательный форум Ханбат. Наверняка многие из вас уже зарегистрировались, планируют получить принять участие в нем. Там тоже есть смена молодежной медиа. Если у вас есть свой проект или если у вас нет своего проекта, регистрируйтесь, сегодня последний день. Можно прийти и послушать другие проекты, может быть, чему-то познавидеться. Также в этом году пройдет образовательный форум Таврида на вокальской кассе. Смена для журналистов молодых проходит самая последняя в августе. Там тоже можно принять участие и на этой смене работают конвейеры проектов, на которых можно выиграть гранты в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей на физическое лицо. То есть, если у вас есть какие-то свои проекты, вы можете вполне реально и получить данные финансирования. И форум Иволга. Это форум привозки федерального округа. Смена для журналистов там проходит в июне. Она называется «Медиа-волна». Также вы можете зарегистрироваться сюда своим проектом и получить гранты. И буквально пару дней назад открылась регистрация на Всероссийский образовательный медиа-форум. Он будет проходить в Москве в мае, с 12 по 16 мая. Там будет очень насыщенная образовательная программа. И кроме того, там тоже можно представить свои проекты в сфере медиа. Если они вот есть, то есть, походите. Вот. Такие мероприятия. Это все, на что сейчас открыты регистрации, на которых есть смены и что-то интересное в сфере медиа. Будут еще следить за новостями, регистрировать свои. Если вы еще не зарегистрированы, здесь должны быть уже все зарегистрированы. Я желаю вам сегодня насыщенного, плодотворного дня. И хочу представить нашего первого спикера, заместителя главного редактора газеты «Селедка» Лидию Кравчиха. Спасибо. 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 Друзья, добрый день. Меня зовут Лидия Кравченко. И сегодня мы с вами будем говорить о таком замечательном жанре, как интервью. Это вообще один из удивительных жанров. И это гигантская тема. Я только вас сразу предупредить, что мы, может быть, не знаю, на полшажочка только приблизимся к ее пониманию. Но я надеюсь, что кому-то это будет полезно. Пару слов буквально о том, почему, собственно, я веду этот мастер-класс. Я работала сначала в Нижний Новгород. Это городское информационное агентство, может быть, кто-то знает его, которое специализируется именно на объективных новостях. То есть им важны факты. Там нету каких-то, не знаю, финтифлюшек, каких-то авторских высказываний или еще чего-то такого. То есть это такое достаточно твердое, жесткое агентство, которое интересует бизнес, политика, экономика. Сейчас я работаю в газете «Селедка» заместителем главного редактора и приглашенным ведущим на радио-рандеву. Кроме того, я дорабатываю последний месяц в журнале «Глянцевым собакам» в должности шеф-редактора. Ну и у меня были различные опыты каких-то мелких подработок для разных изданий. Наверное, таким образом у меня накопился опыт работы... Отключите, пожалуйста, телефон. Спасибо. Таким образом у меня накопился опыт работы в разных сферах. Наука, культура, социалка, стиль. Господи, очень много всего. Также совсем скоро я приступлю к работе над Нижегородским вилджем. Я там буду шеф-редактором. Это очень-очень радостная новость для всего Нижнего Новгорода, в котором на самом деле ситуация с интернет-изданиями очень плачевная. Поэтому просто все порадуемся вместе с нами. А кто-нибудь знает, что такое «За Билдж»? Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает. Понятно. «За Билдж» — это московский сайт, который сейчас откроет франшизу, в том числе, по которой мы будем работать. Это городской сайт, который рассказывает о городе, культуре, социальной части. Люди, в общем, во всем, зайдите туда, посмотрите. Он действительно очень интересный. Прежде чем мы перейдем непосредственно к моему импровизированному списку о том, какие же есть золотые правила, когда берешь интервью, я хотела бы сказать, что я не очень понимаю подготовки аудитории. Поэтому, может быть, кому-то вещи, которые я говорю, покажутся слишком очевидными, кому-то, наоборот, новыми. Поэтому тоже имейте это в виду. И так как я журналист-пишущий, а не телевизионщик, поэтому я буду говорить о специфике именно участных изданий. Какие бывают интервью? Я привела с три самых известных разновидностей. Первое — это свободное портретное интервью. То есть мы фокусируемся на героя. Нам важно рассказать не только про какие-то его достижения, нам нужно раскрыть его характер. Нам важно узнать его точки зрения на различные ситуации, на какие-то новости. То есть мы фокусируемся полностью на героях. Второе — это информационное интервью. То есть мы фокусируемся на каком-то событии. Допустим, Константин Хабенский приезжал в Нижний Новгород недавно и делал благотворительный детский фестиваль. Если мы хотим взять интервью у Константина Хабенского на эту тему, то мы будем его спрашивать об этом фестивале. Зачем он это сделал, что будет на этом фестивале, как он будет проходить и так далее. И третий подтип, который мы вывели, — это проблемное интервью. То есть мы концентрируемся вокруг проблемы. Произошли какие-то политические перестановки. Допустим, в Нижнем Новгороде система самоуправления сменилась с двухглавой на одноглавой. У нас там стал только мы. И мы спрашиваем людей, которые предполагают, что они эксперты в этой теме, о том, почему это произошло, что там можно сделать, чтобы это изменить, если это необходимо, про какие-то предпосылки. То есть мы фокусируем свое внимание именно на проблеме. Исходя из всей этой информации, которую мы получили, я хотела бы перейти к достаточно условному списку. Понятное дело, что он должен называться не 10 правил, а 210 правил. Но давайте работать с тем временем и ресурсами, которые у нас есть. Первое и, наверное, одно из самых главных. Определите цель вашего интервью. Допустим, есть какой-нибудь музыкант, который вам ужасно нравится, и вы сразу хотите взять у него интервью. Перед этим подумайте. Если это, допустим, музыкант, который занимается людьевой музыкой 12 века, подумайте, какому количеству людей, кроме вас, еще интересно послушать про это. То есть есть ли какой-то инфоповод. Или, например, подумайте, может быть, это абсолютно потрясающий человек, про которого нужно рассказать, нужно раскрыть его всему миру. Тут могу привести пример деятельности той же «Селедки». То есть если поначалу мы брали главные герои, делали главные интервью с какими-то федеральными медийными лицами, то есть тот же Петр Мамонов, БГ, поэтаса Вера Полоскова, люди, которые известны более-менее всем, то сейчас мы стараемся раскрывать героев, которые широко известны, но в более узких кругах. Например, у нас было интервью с потрясающим ученым и куратором образовательного проекта в московском политехе Георгий Кормановский, то есть человека, которого, может быть, не все знают. И вот на этой любви, на этом желании рассказать всем о том, какой этот человек классный, это тоже может быть вашей целью. Второе, не менее важное, готовьтесь к интервью по-серьезски. Это очень-очень нужно. И без этого просто у вас будет косяк на косяке. А вы пейте имя и фамилию героя в Гугле и прошерстите все ссылки, которые не дублируют, там, на первой на двух страницах, которые не дублируют друг друга. Начинаете в Википедии, чтобы понимать, когда он родился, кто были его родители, где он жил, где он учился, и заканчивая последними новостями, актуальными, потому что это тоже очень важно. Допустим, вы берете интервью у писателя, а он три недели назад объявил о том, что он вовсе больше никакой не писатель, а хочет быть, я не знаю, он хочет вырезать деревянные кануи, и писать он больше ничего не хочет. То есть это тоже очень важно. К тому же зачастую бывает такое, то что вы идете по одной какой-то теме, вас интересует что-то одно у вашего героя, а он не хочет как-то развивать эту тему. И если вы будете знать что-то другое о нем, о его проектах, вам будет гораздо легче построить интервью. Ну и само собой, если вы, например, берете интервью у писателя, вы должны хотя бы примерно представлять, что он написал. Ну, в идеале, конечно, он хочет что-то прочитать, но это очень редко такое случается, что человек успевает, журналист, это сделать. Если вы берете интервью у бизнесмена, то вы должны понимать, как происходило становление его карьеры, и хотя бы поверхностно представлять, чем занимается компания. Без этого, боюсь, что вы будете в этой группе, а нам бы этого не хотелось. Тоже очень важный список. Обязательно нужно составлять список вопросов. Есть такой, наверное, вы знаете, известный писатель и журналист Дмитрий Быков, который, когда берет интервью, у него не то, что никогда берет, он даже не записывает то, что он отвечает, поскольку у него такая вот феноменальная память. Но он не Дмитрий Быков, поэтому список вопросов очень нам поможет во многих ситуациях. Вы можете хорошо подготовиться, но просто обезумить от крутости вашего героя, и вот эта вот бумажка, она будет вашим лучшим другом, вашим спасителем, и вы пойдете по ней, и все будет хорошо. Кстати, очень важно при программании списка вопросов учитывать формат интервью, который будет в итоге опубликован. Я тоже хотела бы немножечко об этом сказать. Вот я выделила три разных формата интервью. Первый – это такой стандартный беседа с героем. Ну, то есть, вы с ним беседуете, и вы в результате получаете такой текст. Ваш вопрос, ответ спикера, ваш вопрос, ответ спикера и так далее. Второй вариант – это монолог героя. Такой вариант часто бывает у нас в селедке. То есть, герой высказывается, и это выглядит, как какой-то такой набор реплик. И при формировании вопросов для такого формата нужно иметь в виду, что вопросов не будет, и чтобы ответ реплики героя не выглядел такой повисшей в воздухе, непонятно вообще, к чему она. То есть, она должна быть уместной. При этом, это один из моих любимых форматов интервью, потому что вы показываете, вы немножечко отходите в сторону, и вы предлагаете читать и полностью посмотреть на героя, понять его какие-то взгляды на вещи, и без какого-то вмешательства журналиста – это тоже очень классно. И третий формат – это коллективная беседа. То есть, когда вы приглашаете различных экспертов, связанных друг с другом на какую-то тему, и предлагаете им что-то обсудить. У нас такой был, наверное, в «Селедке» один пример, когда мы делали большой материал про музыкальных промоутеров. Мы собрали, наверное, штук шесть этих промоутеров, собрали в одной комнате, дали им чару, один из нас стенографировал все, о чем говорили, а другой модерировал. То есть, он просто задал какую-то тему, и дальше использовал свой вот этот список вопросов, просто для того, чтобы тема принимала тот оборот, который нам нужен, чтобы они там не начали друг друга убивать, или наоборот говорить о чем-то не о том. Четвертый формат – обязательно при подготовке читайте интервью вашего героя в других изданиях. Почему это важно? Во-первых, герои очень часто повторяются. Например, научный журналист Ася Казанцева в девяти из десяти интервью говорит, цитирую, я написала книжку, чтобы склеить мальчика. Она это говорит практически везде. Это нормально, она дает по сто интервью в неделю, но мальчику у нее есть какие-то речевые паттерны, которые она привыкла. Но вам они не нужны, поэтому вы можете как-то подготовиться, перефразировать этот вопрос, даже если вас интересует. Кроме того, очень часто есть вопросы, которые задают героям все время. Например, литературного критика Галину Юзикович все время спрашивает, что почитать. Музыканты Дельфина Андрея Лысикова все время спрашивают, что-то типа, почему вы такой грустный. То есть, если даже вас очень это интересует, или что вы думаете про свой последний альбом? Если даже вас это очень интересует, надо как-то попробовать хитро это обойти, уже имея в багаже знания по тому, что я постоянно об этом спрашиваю, и не спрашивая, например, об этом в первую очередь. Как-то завуалировать это, использовать какие-то его прошлые высказывания. Например, с тем же самым альбомом, когда мы недавно брали у Дельфина интервью, я взяла его высказывание о том, что вы говорите, что ваш новый альбом мало кому понравится, точнее, из ваших старых поклонников, что он там кого-то разочарует, объясните почему. То есть, по сути, и он мне прекрасно рассказал про новый альбом. То есть, по сути, это был тот же самый банальный вопрос, но так как он имел другую форму, все было прекрасно. А, ну и самое главное, если вы хотите быть журналистом, читать другие издания, ну это просто обязательно, вы должны читать и локальные издания, и ваших коллег из других регионов, и федеральных. И если у вас английский лучше, чем у меня, и вы умеете читать по-английски, то, конечно, читать какие-то английские издания, обращаемые язычные. Потому что тогда вы сможете быть в курсе тенденций журналистики, не только в плане каких-то тем, но и в плане ее развития. То есть, например, сейчас, ну уже почти не актуальны, уже почти убирают тенденции к объяснительной журналистике, то есть когда издание придет какой-то феномен и разъясняет его читателю. И сейчас уже на подходе, уже практически расцветает вот этот пресловутый стори-тейн. Он сейчас очень популярен в журналистике, если вы будете читать другие издания, вы будете это знать. Ну и в конце концов, кради как великий, как говорят, вы можете как-то вдохновляться своими коллегами, это тоже, мне кажется, не зазорно. Я думаю, все так видно. Неочевидный пункт, но тем не менее, внимательно слушайте ответ собеседника. Собеседник может мучать, заикаться, очень долго думать. Ну, не знаю, тот же самый дельфин, про который мы говорили, он на каждый вопрос думал минуты по полторы. Ну, чтобы вы понимали, это реально очень долго. То есть, ты видишь и ждешь, когда что же он там ответит. Не перебивайте их, дайте им договорить. Все будет хорошо, они вам все расскажут. Но, если уж они любят совсем какие-то другие дебы, не стесняйтесь их прерывать. Мягко, как-нибудь, вежно скажите. Василий, вы же говорили о другом, давайте все-таки вернемся к нашей тени. Ничего такого зазорного в этом нет. Нет, ну, только если, конечно, вы уже выполнили свою цель, все узнали про героя и просто хотите с ним поболтать. Это тоже нормально. Не бойтесь героя. Я понимаю, что когда вы берете интервью у кого-то важного, серьезного, известного, это может вообще вывести кого угодно. Вы можете завояться, коленки будут дрожать и все прочее. Но понимаете, что точно в таких же количествах, в каких вы берете интервью, в таких же количествах они дают. То есть, для них это нормальная история, они к этому привыкли, они тоже люди. Конечно, бывают герои, которые сложные, которые капризные, с которыми проблемы с голосованием и с самим интервью. Но, может быть, мне везет, но на моей практике таких не так много. То есть, обычно, они все довольно приятные, интересные люди. очень-очень-очень важный пункт, который состоит из двух частей. Первое, вы не обязаны согласовывать вопрос с героем. Они вас очень часто будут об этом просить, но вы не обязаны это сделать. Вы вполне можете опознать какие-то темы, о которых вы будете говорить, это ок. Но, если герой вам говорит, пришлите мне список вопросов, вы можете дежливо от этого отказаться. Потому что, таким образом, в правиле игры задает герой. Это вам не нужно совершенно. То есть, он будет знать, что вы спросите. Он будет знать, что он ответит. И ничего хорошего в этом не будет. И вы не обязаны вносить нефактические правки при согласовании. Согласование – это вообще такой достаточно скользкий вопрос. Это вопрос этики. С одной стороны, ни один закон не обязывает журналиста согласовывать, вносить абсолютно все правки, которые попадаются при согласовании. Но на этом можно очень сильно поссориться с героем. То есть, вы просто знаете, что, например, герой может посмотреть текст, например, фактических ошибок. Это ок. Вы можете ошибиться, не знаю, выпине его мамы, дне рождения его дневной кошки, ну, все что-то, все такое. Но если он утверждает, что вот этого вот он не говорил, вот нет такого не было, вы всегда можете сказать, у меня есть запись на тиктофоне. Понятное дело, что необязательно всегда отдачиться и быть таким принципиальным. Если это какая-то непранципиальная информация, то, конечно, идите навстречу. Но просто вы должны знать, что вы не обязаны это делать. Да, тоже важный пункт – берите интервью лично. Очень многие спикеры предлагают, ой, давайте вы мне пришлете вопросы на почту, а я вам отвечу. В девяти случаях из десяти они вам ответят по две строчки. Никому вообще это не нужно, и вы не сможете задавать дополнительные какие-то вопросы, вы не сможете управлять вашей беседой. Но по моему опыту практически все интервью, которые я была вынуждена брать по почте, потому что у меня было других вариантов, они проходили гораздо-гораздо хуже, чем какие-то интервью, которые проходили лично. Ну, это, в принципе, очевидная вещь, но она очень важна. Тоже, казалось бы, то, о чем можно забыть, но надо реагировать на собеседника. Если вы будете сидеть со своим блокнотиком в уголке и так что-то лихорадочно записывать и так подвострастно смотреть на своего героя, из этого тоже выйдет мало чего хорошего. Вы же оба два человека, у вас прекрасная беседа, он может пошутить, ну, типа, смейтесь, сами пошутите. Я прекрасно понимаю, что в начале карьеры все вот это, вот это, что я говорю, может казаться нереальным. То есть вы сидите с каким-нибудь селебрити или с каким-нибудь крутым бизнесменом как-то хихикать над ими шутками, когда дрожат коленки совершенно не хочется. Но просто знайте, что они все тоже люди и они все абсолютно духа. мое золотое правило выключать стиктофон в самый последний момент. Потому что зачастую, когда герой как-то морально понимает, что интервью окончено, хотя там я могу даже не показывать ему, что вот я выключу, он просто как-то, ну, все, все. И после этого начинается давать какую-то потрясающую информацию, которая дополняет интервью, украшает его. И вот прям вот всегда выключайте интервью, когда, я не знаю, он будет от вас на расстоянии 100 метров. У меня случаев, я брала интервью у научного журналиста, ученого, популяризатора, очень крутого вообще человека, Михаила Дельфанта, и у нас с ним было минимальное количество времени типа 20 минут. Ну, он такой достаточно суровый мужчина, и что-то мы поговорили, и потом вроде как уже время закончилось, и вроде как официально наше интервью подошло к концу, но при этом он сказал мне «Слушай, давай ты со мной в машине доедешь до вокзала, и я тебе там что-нибудь расскажу». И это вроде как была неформальная такая часть. И именно эти 15 минут, которые мы ехали до вокзала, составили большую часть нашего интервью. И последнее такое, я не знаю, нулевое правило. Правда. Будьте хорошими и отношение к своему герою. У меня там было какое-то одно, один важный пункт, который я могу обладать. Если спикер попросил не под запись, если он просто захотел с вами чем-то поделиться, но не публикуете, мы же, не знаю, не в ремонт раз работаем с этим пунктом, работаем, давайте, будьте вежливы, будьте милыми и хорошими, и не проявляйте там какой-то свой особенный характер. Потому что, смотрите, большая часть героев, с которыми вы знакомитесь, это помощь в наработке очень-очень крутых связей. Ну, мне кажется, так у многих журналистов, вы берете у кого-то интервью, особенно сейчас в социальных сетях, вы вполне можете добавить его в друзья, вконтакте, на фейсбуке, там где угодно, и в дальнейшем он вам может помочь в каких-то ваших интервентах. У меня все. Если есть какие-то вопросы, я надеюсь, вы их записывали, и сейчас задавайте. Друзья, не стесняемся. Уже нет никаких вопросов. Да, пожалуйста. А что делать здесь? У тебя интервью за несколько человек, и у них стоишь вопрос. Они начинают перебивать друг друга. Как их усмирить, чтобы один ответил, или по порядку, хотя бы. Вы можете просто, это нормально, вы можете вежливо сказать. Допустим, у вас там Василий и Иван. Вы можете сказать, Василий, милый друг, давайте вот Иван сейчас скажет, а потом вы скажете, потом мы вам дадим слово. То есть, на самом деле, такие вещи можно говорить, если вы это делаете вежливо, и корректно, и мягко, и это вполне нормально. У нас то же самое было вот в этом случае с промоутерами, про которые я рассказывала. Они там тоже начали... Хорошо, прошу, иди, но и еще жалка лучше. Да, спасибо. Какой бы внезапный молодой человек. То есть, это тоже нормально, там они друг друга перебивали, но для этого нужен какой-то модератор, и в случае, который вы говорите, мог просто модератором выступать журналистом. Это ок. Ничего не нормально, нет, если вы вежливы. Спасибо. Ну, если вопросов нет, спасибо. Вот вопрос. Сделал, что у тебя есть. Есть вопрос. Есть еще один вопрос. Где же вы? Давайте. Корея. Его сюда. Я постараюсь быстро. Вот есть сейчас такая тенденция, как информационное сопровождение в углу. А, как правило, приходится работать с преподавателями, ректорами, братьями к интернетуру. Вот скажите, как попытаться не сделать это более такой вот официальной темой, а вот что вы читаете? Ну, смотрите. На примере ректора из НГУ, например, Дмитрий Бадимович Чапурнов, он же, кроме того, что ректор, он еще и ученый. Может быть, попробовать показать его с этой стороны. То есть чиновничество, оно, мне кажется, не может быть настолько сильно интересным. Да, вы можете его спросить по поводу развития университета, да, если он это вам скажет естественно, без кучи согласований и каземных раз, это будет здорово. Но если, например, попробовать взять и посмотреть на них с другой стороны, представить читателям его образ в каком-то другом свете, это будет очень здорово. Я говорю об этом, потому что я еще работаю непосредственно в университете, я занимаюсь очень популярными проектами. И мы на нашем большом фестивале 42 пригласили лектора на научно-популярную, вести научно-популярную лекцию. И все были в отличайшем постольке. Мне кажется, половина людей, даже большая часть не знала просто, что он ученый, что он может что-то такое бы делать. Вот я такое бы советовала. А может, еще тогда подскажете какие-то рубрики вот для студенческих информаций, где с базовой информацией? Это печатное издание? Ну, у нас есть студенческая рамня, и весь печатный издание. Идем на вас, стоит Саша. Ну, чтобы эти рубрики не читали, не просто мы сделали эту работу, ну, забрали информацию, выглядел. А чтобы ты не писала, опять? Ну, смотрите, по большей части всегда людей интересуют люди и их какие-то интересные истории. Вы можете, например, сделать рубрику, посвященную преподавателям, но, опять же, в ином свете. То есть, не чтобы они деревянным голосом говорили о том, что студенты должны ходить в университет и должны приходить все на мой предмет. Но для начала спросите их, по крайней мере, кроме их работы. То есть, показать какую-то их человеческую сторону, мне кажется, что это было бы вообще всем интересно. Я помню, когда я была студенткой, был какой-то сайт, где рассказывал что-то про преподавателей в неформальном тоне. Я все это читала. Это действительно интересно. И, либо сделать какую-то рубрику, посвященную именно студентам, чтобы они там тоже рассказывали свои какие-то интересные истории. Но это, конечно, нужно искать. Это журналистская работа. То есть, например, я не знаю, есть студент, который переехал откуда-нибудь, из Качканары. Пусть он расскажет про этот переезд. Это ж круто. Есть студент, который вдруг знает три языка. Ну, например. И тоже пусть он про это расскажет. Я бы посоветовала того, отца от людей. Пожалуйста. Вы затрагивали тему контролирования интервью. То есть, когда особый разговорчик и собеседник постоянно ходит в дебри. Поделитесь секретом, как именно держать рамки? Потому что перебивать некрасиво. Я понимаю, но у них иногда заканчивается воздух. И они делают паузу. И в этот самый момент вы можете, опять же, вежливо и мягко сказать им, не знаю, Федор, давайте вернемся к нашей теме. У меня ни разу не было такого, чтобы они на это обиделись. Чтобы они как-то нахмурились, ах, вот меня перебили, еще что-то такое. Обычно, даже в десяти из десяти случаев такие люди понимают, что они болтушки и что они куда-то ушли и действительно, если это адекватный человек. И совершенно спокойно, ну не надо, конечно, середину репленьки его там влезать и говорить, эй, ты заткнись. Ну что-нибудь дождаться, пока там будет пауза и просто как-то аккуратно, мягко сказать, что давайте вернемся к нашей теме, если вы не против. Скорее всего, он будет против. Просто бывает такое, что кто-то именно об этом хочет сказать, хочет, чтобы именно вот это услышали, но тебе это не интересно. Бывает. Вы всегда можете сказать, опять же, вы всегда можете сказать, что давайте закончим с этой темой и давайте перейдем на другую тему. Потому что вы журналист и у вас есть работа, у вас есть задание какое-то определенное. То есть ваша задача, например, это рассказать об этой, этой и этой теме. То есть, ну, он тоже должен понимать, что у вас есть какие-то журналистские рамки. Слушайте, они реально, они все понимающие люди совершенно. У меня не было никогда такого, что на меня кто-то обижался за то, что я как-то пыталась направлять беседу в то русло, которое мне нужно. Еще сто раз это скажу, но действительно, если вы с улыбкой, доброжелательно и вежливо об этом говорите, у меня ничего вообще плохого не случится. Спасибо. Еще есть вопросы? Спасибо. Итак, друзья, теперь мы расходимся на две площадки. Проходите, пожалуйста, в пол те, кто идут на мастер-класс по репортажной фотографии, а здесь остаемся те, кто на мастер-класс по телесюжету. Всем добрый день. Меня зовут Екатерина. Сегодня пришла к вам, чтобы рассказать вам о такой теме, как техника создания телевизионного сюжета. Сначала расскажу немножко о себе. Я имею неплохой опыт тележурналистики. Я работаю на телевидении уже более трех лет. Также пробовала все впечатные журналистики, вела эфир на радио, но все-таки в итоге решила, что тележурналистика это то, что именно мне интересно. В настоящий момент работаю в молодежной программе «Зачет». Там я смогла быть как ведущим, так и выпускающим редактором, так и респондентом. Сегодня пришла к вам, чтобы поделиться с вами опытом своими. Хотелось бы, чтобы у нас с вами получился диалог, поэтому поднимите, пожалуйста, руки те, у кого уже есть опыт телевизионной журналистики. Хорошо, молодой человек, с вас начнем. Расскажите немножко о себе, назовите свое имя и где вы работали. Какое вы работали? Это в Ворошем Краме. К вам? Ко мне? Мне показалось, что вы подняли руку, нет? Вот. Ну, окей, астрологический телевидение в Высшей Школе Каналке. Все хорошо. А как вас зовут? Никита. Никита. А как вам вообще понравилось телевизионной журналистики? Ну, на счет того, что я тревоговник, поэтому телевизионной журналистики я начал заниматься полгода назад всего лишь, но это хороший опыт, это классно. И очень обидно за то, что не пошел в журналист. Ну, я могу вам так сказать, что необязательно иметь журналистского образования, что проводит журналист. Кто еще, может быть, хочет высказаться? Девушки? Только не молодой. Вашу? Вашу, конечно же. Я не совсем маленькая девушка, но у меня есть все-таки работа на телевидении, я была начальником новостей на БУТРК. И это было в 90-х годах. И сейчас я работаю в апреле секретаре в некоторых проектах. Ну, по ним, я могу сказать, преподаватель журналистов. И я постоянно сталкиваюсь с темой, когда телевизионщики при изготовлении телевизионного сюжета делают чудовищное количество ошибок. Боксируют в их моментах. И я бы хотела с вами с вами обсудить, как это можно избежать, что можно сделать, чтобы люди не назвали условно академическую музыку телеметалом, а скажем, фестиваль Шапенского, который сегодня что-то упоминался, театральный фестиваль, а не фестиваль экстриспектации. Вот это вопрос, который я сейчас... И у меня к вам тоже встречный вопрос, как вы считаете, такие ошибки совершают журналисты именно из Нижегородской области или федералы тоже допускают ошибки? Ну, по-моему, у меня не работали, по-моему, у тех журналистов, с которыми я общалась. Это не зависит от столичности или провинциальности. Это зависит от каких-то благодарных причин, которые у меня пока не понимают. Я думаю, что по-моему... Кто-нибудь еще может быть скажет что-нибудь о себе? Давайте знакомиться с вами. Девушки, я видела, кто-то здесь принимал руку. Вот, девушка, да, я вижу, вставайте. У меня просто вопрос у вас еще на зря. Как бы все здесь представители каких-то учебных заведений или предприятий Нижегородской области довольно часто пытаемся материалы о своих проектах так сказать, навязать именно ну, либо федеральными СМИ, либо районным, либо, я даже не знаю, гласным каким-то. И всегда идут на встречу. То есть вы про рекламу спрашиваете? Да, да, да. Ну, реклама это коммерческие сюжеты, они оплачиваются. Да, обязательно коммерческие сюжеты. А нет, например, какого-нибудь заказа от государства о том, чтобы освещать жизнь молодежи. Какие способы представить информацию, как еще у нас информация, а не как у вас? Например, наша молодежная программа зачет. У нас нет никакой коммерции, мы все делаем исключительно для молодежи, мы поднимаем только такие темы и работаем не в чьих-то интересах, а рассматриваем те темы, которые действительно нам интересны. я правильно поняла я понимаю, что данная ниша еще мало занята сейчас на телевидении, особенно в Нижнем Новгороде, но я думаю, это все-таки будет развиваться в будущем. И вот еще девушка сзади вас с заседовыми волосами тоже хотела сказать вопрос. Да, мы говорили про практику телевизиона, работа в в университете, то есть в студенческой учебнике. И был опыт работы над тем проектом в школе. Над каким проектом? Я профиль. Вот у нас я была еще слишком маленькая. Будущий видит тележурналист? Да. Отлично, ждем вас у нас на канале. Если как, на Гринко. Ну, сейчас мы переходим с нами к традиционной части. из чего во всем видно все. Из чего складывается план работы с телевизионным сюжетом? Прежде всего, нам необходимо сприкулировать идею нашего сюжета. О чем будет сюжет? Для кого? Какие цели данного сюжета? То есть, если мы рассказываем, например, о том, что у нас в городе возросли риски каких-либо заболеваний, мы должны понимать, для чего будет данный сюжет. Мы можем рассказывать его, для молодых мам, которые смогут уберечь своих детей в дальнейшем. Сможем сформировать наш сюжет для тех, кто работает в поликринике, чтобы они также свою деятельность развивали более профессионально. То есть, у каждого журналиста сюжет получится совершенно разным. Например, если я придумаю одну идею, то другой журналист сделает совершенно иначе. все мы смотрим этот мир совершенно разными глазами. Также нам необходимо структурировать наш сюжет. То есть, у него должно быть начало, принятие, какое-то развитие, далее, рекламинация и развязка. То есть, наш телевизионный сюжет можно сравнить с действием, с театральным действием. Мы не можем сразу начать наш сюжет уже с развязки, так как это будет неинтересно зрителю. Хотя в данный момент все-таки присутствуют современные жанры и журналисты пытаются пробовать вводить какие-то новые эффекты по-другому, то есть, по-другому давать зрителю информацию, но все-таки лучше придерживаться именно данной системы. Это беспроигрышный вариант для любого типа сюжета. Также, чтобы наш видеосюжет получился качественным, получился профессиональным, нам необходимо создать синопсис. Синопсис это план, если говорить на телевизионном языке, он включает в себя такие структурированные части, как мы должны понять, о чем наш сюжет, какие будут яркие образы или живые картинки в нашем сюжете, кто будет героем нашего сюжета и где будет производиться наш сюжет. Например, мы берем какую-либо тему сюжета, допустим, это очередной всероссийский форум, нам нужно будет понять, где мы будем производить съемку данного сюжета, сможем ли мы приехать на площадку, связаться с организаторами, разрешат ли они телезьемку у них на площадке, то есть связаться с организаторами, кто сможет помочь нам в реализации нашего сюжета. И, конечно же, герои, это самое главное, потому что герой – это лицо каждого сюжета, и мы должны будем найти яркого персонажа. Чаще всего, мы, например, в нашей программе «Зачеты» мы подбираем, создаем сюжеты под какого-либо человека, допустим, если это интересная личность, которая занимается экстремальными видами спорта, мы можем найти, если мы нашли данного человека, мы уже сможем создать под него видеосюжет, то есть, например, съездить с ним на какой-нибудь прыжок с парашютом, и дальше взять у него интервью, и то есть развить данную тему, развить данную тему, уже отталкиваясь именно от этой личности. также нам очень важно собрать фактический материал по видеосюжету, о чем вы говорили как раз. Мы должны понимать, что если какую-нибудь ошибку допустим, то уже эта ошибка будет направлена против нас. Когда мы делаем видеосюжет, мы понимаем, что под ним будет написано наше имя, и если мы что-нибудь допустим в нем, какие-нибудь ошибки, то это все будет уже восприниматься как недоверие именно к нам, как к журналисту, к телеканалу, к нашей программе, что естественно недопустимо. Поэтому лучше сто раз перепроверить информацию, и не только в интернете, а позвонить человеку, который компетент в данной сфере. И когда мы уже убедимся, что все правильно, отдадим наш материал редактору, только тогда мы можем уже приступать к съемкам. Также нам нужно произвести выбор точек съемки и героя. Договориться с героями, выбрать место для съемки. И очень важный момент это взаимодействие с оператором. Потому что на съемку мы выезжаем не одни, а вместе с видеооператором, это команда. И как правило, при съемке видеосюжета главным на площадке является журналист, поэтому его задача это организовать весь съемочный процесс. Объяснить оператору, что ему нужно в конечном итоге. То есть, например, когда вы едете на видеосъемку, когда я это развожу я, я еще машине уже объясняю оператору, что нас ждет, какой видеосюжет, с каких точек снять, что я хочу видеть в конечном итоге. Потому что, если мы все это не объясним, то в конечном результате мы можем получить некачественный материал, не то, что мы хотели, а то, что увидел наш видеооператор, то, что ему захотелось снять. Возможно, это будут какие-то кадры не совсем то, что мы хотели, поэтому нужно вот эту грань видеть. И также нужно общаться с видеооператором на равных, то есть нужно относиться очень дружно, нужно подружиться с ним, потому что если мы работаем с коллегой, с которым у нас приятные отношения, то он сделает все для того, чтобы наш видеосюжет действительно получился в итоге. Стендап. Кто может сказать немножко про стендап, у кого уже есть опыт тележурналистики? Ну, ты как говоришь, ты представляешь, ты говоришь, как ты нахуй, 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 ты нахуй, ты ты сейчас находишься, как подгадываешь то, если ты видишь сюжет, то, вы дали журналисты, которые производят стендапы? Да, все правильно, стендапы до появления журналистов в кадре, а девушку, может быть, еще добавите, какие советы вы бы дали журналисту, который производит стендап? Ну, грамотная вещь, чтобы было приятно есть лома, чтобы это не было скучно, но не было слишком быстрее, непонятно, но это было не интересно. Допустим, если это направлено на студента, то какие-то сутки говорить и не травим словами, что если это серьезное мероприятие, то вы скажете смотрите на другую 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 то есть должны быть правильные эмоции, если у нас молодежный сюжет, то, естественно, должны быть какие-то эмоции, которые идут из вашей души, чтобы приятно было на вас смотреть, и стендап должен быть уместным, мы не должны дублировать информацию, которая уже присутствовала до этого в синхронах, то есть в интервью или в закадровом тексте, мы должны что-то уникальное давать в стендапе, что мы, например, не смогли показать картинкой, но нам необходимо об этом сказать, вот для этого нужен стендап. Закадывай текст. Так же молодые люди, молодой человек. Как на ваш взгляд, что такое закадывай текст? Для чего нам нужно закадывай текст? Что передает и показывает человек, который говорит, что он показывает и приятел и рассказывает то есть закадывай текст у нас встречается за картинкой. То есть картинка у нас ведет видеоряд, а закадровый текст сопровождает его. То есть закадровый текст должен быть простым по синтаксису. Никаких сложно подчиненных предложений, потому что зритель его не сможет воспринять и если сможет, то ему будет все-таки трудно это сделать. лаконичный текст только уместная информация, естественно грамотная речь, проверенные факты на 100% проверенные. И голос выразительный, четкий. Закадровый текст лучше всего перезаписывать несколько раз и если вы его записываете как у нас в студии на ГТРК, мы это производим стоя, так как когда мы стоим у нас открывается диафрагма и закадровый текст будет более высокого качества также рекомендуется не есть за полчаса до закадрового текста чтобы у нас не выделялось слюное отделение какие еще могут быть советы лучше взять на первое время с собой редактора или кого-нибудь опытного журналиста который послушает вашу речь и даст какие-либо вам советы нужно правильно выставлять акценты в закадровом тексте и еще один очень важный совет когда вы читаете закадровый текст необходимо чтобы конец предложения у вас был у вас интонация повышалась в конце предложения не понижалась а повышалась вообще высший пилотаж это закадровый текст который вы не читаете по бумажке а произносите просто устно не заученный какой-то текст а действительно ваши слова действительно то что вы думаете потому что всегда чувствуется когда журналисты читают закадровый это непрофессионально это непрофессионально это непрофессионально синхрон что такое синхрон? кто может ответить на этот вопрос? вот этот ряд у нас с ума отвечает девушка давайте что нужно сделать чтобы синхрон получился действительно качественным профессиональным вопросом объяснить что объяснить что 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 у нас включается в любом предложении нужно не то что то что грамотно отвечает на вопросы чтобы его после были интересны и принять на а допустим если наш интервьюируемый человек он стесняется допустим как нам его разговаривать как его расположить к общению или допустим часто бывают такие ситуации когда мы звоним нашему герою когда мы точнее пишем ему в интернете обычно многие журналисты списываются по интернету и считают что если договоренность есть то человек все-таки придет и согласится на интервью а в итоге все-таки лучше созваниваться с человеком потому что в интернете он может так же отказаться от интервью отправить вам ответное сообщение спустя несколько дней и вы потеряете героя лучше с ним все-таки созваниваться еще лучше встречаться приезжать то есть заранее на встречу перед интервью но конечно не всегда provide в это время, поэтому все-таки лучше созваниваться, и когда человек слышит нас, он уже входит к нам в доверие, ему труднее отказаться в последующий момент и разговаривать его как. Когда мы встречаемся с человеком, лучше поговорить с ним на какие-то отреченные темы, чтобы он воспринимал вас как своего друга, и когда уже начнется у нас интервью, он будет более открытым и захочет с нами общаться, даст именно то, что нам нужно от него подожить. Аудио-визуальный видеоряд. То есть какие у нас должны быть кадры, которые мы берем в наш сюжет в итоге? Они должны быть очень выразительными, должны быть уместными, они должны быть говорящими, чтобы если человек включает телевизор, наш зритель включает телевизор, и у него не включен звук, он уже по картинке мог понимать, о чем идет речь. Если так происходит, то наш сюжет действительно сделан качественно. И что мы знаем о планах? Кто-нибудь работал вообще в видеооператорах? Возможно, сможет немножко рассказать. Молодые люди, наверное, даже смеются. Хорошо, расскажите нам что-нибудь о кадрах, о планах. Как правильно производить настроение кадров, настроение планов. Естественно, наш сюжет был полностью корреспондент и сам герой. Знаете, я вообще эту левую не на уровне с высокой-свой, а вот как чувствую. Ну понятно, это главное. Так, потому что я еще тоже начинаю, что мы как-то неизвестно. Но все-таки вы можете со мной согласиться, что нужно переходить от частного к общему, то есть вначале мы показываем... Да, раскопровочки идут по истории. То есть он помнит общий план, то есть с самого мероприятия. А потом уже, да, мы запретим, да, к самому адресу южу. Поэтому приятные вопросы... То есть мы начинаем обычно с дальнего плана, потом переходим... А у нас еще есть общий план, для человека по весу росту. Средний план, человек до колен. Поясной план, человек до пояса. Крупный план, то есть только голова. И макро план, какая-либо деталь. Кто-нибудь знает, как вы думаете, что такое пасхальный план или молочный план? А это не культурно здесь говорится, здесь дети практичные. Что? Здесь дети практичные. Ну, это все-таки у нас используется на телеканале, поэтому, на мой взгляд, если вы пойдете работать, то... И с вами оператор будет общаться на таком языке, это все-таки можно знать. Так, что еще важно у нас? Чтобы получился яркий сюжет, необходимо... Чтобы в нем присутствовал люк, лайк и экшн. Люк, то есть это яркие эмоции, например, смех детей, которые позволят нам приблизиться к тому же, о чем говорит журналист. То есть, допустим, если мы рассказываем про детский сад, мы включаем наш видеосюжет люк, сыршем их двух детей, и, естественно, появляется какая-то эмоция. Но также нужно помнить, что если мы включаем наш видеосюжет детей, то нам нужно письменное разрешение родителей. Это очень важно, так как вы можете получить штраф, если этого не произошло. Письменное разрешение за каждым ребенком нужно договариваться с родителями заранее. А также лайв, это вот, допустим, это картинка книжная. Когда у нас тоже присутствует такая эмоция в видеосюжете. Допустим, когда тренер объясняет своему ученику какие-то... То есть, в процессе, когда это не поставленная речь, а то, что также может сблизить нас с эмоциями, и экшен картинка с человеком, который прыгает, который едет на мотоцикле. То есть, что-то яркое, что может привлечь зрителя, это всегда... Экшен всегда очень удачно смотрится в любых видеосюжетах, он привлекает зрителя. А, все, секционный джентль, мы, в принципе, закончили. Сейчас будет практическое, и перед этим я бы хотела еще вам сказать о том, что чтобы быть... Становиться успешными журналистами необходимо брать каждую возможность. Возможно, на первых форах придется поработать это бесплатно. Например, у нас молодежная программа зачет, она начиналась совсем... Совсем, то есть, не коммерческая она является. И в данный момент так же. То есть, нужно брать любую возможность от этой жизни. И вскоре вас заметят, если вначале вы начинаете в региональной журналистике, то, возможно, в будущем у вас появится шанс поехать уже в Москву или в Санкт-Петербург и развивать дальше свои таланты. А сейчас мы переходим к практической части. Я попрошу Наталью раздать бумажки, на которых есть название сюжетов, которые мы сейчас будем моделировать с вами. И вам необходимо будет разбиться на пять команд. Каждая команда будет свое задание. В котором изначально ведущий, ну, как стендап, расскажет про то, какие вообще форумы проводятся в России. Ну, актуально, естественно. Вот. Потом мы решили, что у нас будет какое-то интервью с представителями Росмолодежи и, быть может, с организаторами или представителями этого форума в Нижнем Новгороде, если такие есть. Вот. Это мы хотели бы снять, наверное, в какой-то студии, потому что на фоне Нижнего Новгорода это, наверное, будет не очень актуально, если этот форум проводится в Сочи или в каком-то городе. Для общих кадров мы решили использовать какие-то кадры, к сожалению, сняты естественными нами, с прошлогодних форумов или... Ну, да, с прошлогодних форумов. И еще классная идея была бы включить Ваш сюжет для ребят с Нижнего Новгорода, чтобы уже были очень рады. Да-да-да, я не сказала, про участников, либо которые прошлогодние, может быть, из города, чтобы они определились своим впечатлениям, рассказали какие-то факты, либо про тех, кто уже действительно прошел и чего они там ждут, о своих ожиданиях. То есть многие ребята получили гранты, и они сейчас реализуют на этих грантских проектах, и было бы здорово их подснять, в объект и в студию домой, где они снимаются. Спасибо. Здравствуйте. У нас досталась профессия журналист. Мы будем делать видеорепортаж для школьников, чтобы рассказать о самой профессии и строить ли вообще ее убирать. Мы будем снимать на студии, допустим, в элли-клее-кран. Так как это профессия журналист, и основными событиями, активными, яркими у нас будут как работают журналисты. То есть как на студии записывают, или как приезжают на разные мероприятия. Завязка у нас будет состоять в том, что мы в стендарте расскажем о самой профессии, что это такое, и то, что она является одной из популярных. Потом у нас идет интервью с одним из работников БГДРК. Мы спрашиваем его, зачем он выбрал профессию эту, каким образом он выучился на нее, что он посещал, для того, чтобы доводить какие-то программы. А потом у нас идет второй герой. Это человек из образования, то есть блогер. Мы его спрашиваем, почему он решил заниматься венцией, или стоит ли вообще тогда заключать образование, если у него его нет. И в конце мы расскажем про качество журналиста и натолкнем школьников, как у нас это для школьников, видео, стоит ли вообще остановиться журналистом. Еще классно было бы поместить статистику о том, если бюджетные места в Нижнем Новгороде именно на профессию журналистов, потому что они сопрещаются с каждым годом. Хотя почему-то популярность растет в этой профессии. Сплатно обучить ее крайне сложно, да? Да. И можно было бы такой рейтинг вузах сделать, где очень хорошо журналисты. Ну, это, скорее всего, начало тогда, чтобы информация больше. Спасибо большое. Всем здравствуйте. Нашей команде достался другой вопрос. Магистратура. Продолжать учиться или идти работать? Мы думаем, что мы хотим сначала снять образовательное какое-либо учреждение план сразу. То есть, мы представляем полную общую картину, где мы снимаем. Можно снять потом еще план такой, коридоры, там ее студенты ходят, соответственно, стендап, представление, где он находится, что за вопрос, что будет рассказывать, о чем. Потом мы заходим, а, сначала, да, мы поговорим с проректором по учебной части, он предоставит статистику, кто поступал на регистратуру, да, там, проценты, да, расскажет, ну, что вообще расскажет, ну, в общем, расскажет об этом все. Потом мы идем в аудиторию, нет, сначала мы берем два человека, там, бакалавр и регистратура. То есть, один, например, скажет, что я хочу там дальше идти учиться и почему, а второй скажет, что нет, простите, я не хочу учить, я пойду работать, по той той причине, то как это получается такой спорный вопрос. Вот, а потом, соответственно, мы берем выпускника и, наверное, лучше взять какого-то успешного, кто хорошо, то есть, я там регистратуру помогла, я там бабки, у меня там все как бы есть, там устроилась в жизни, вот, чтобы людей, ну, соответственно, да, чтобы людей мотивировало на эту регистратуру, чтобы отучиться, да, как бы плюс-минусы, и потом итог ведущего, там, следующий, да, будет говорить, то есть, как бы, выбор за вами, по сути, понимаете, такой вопрос, его не навяжешь, потому что, там, это у каждого своя жизнь, кто-то, ну, хочет учиться, кто-то не хочет учиться, идет работать, я считаю, что... спасибо, спасибо, и вообще, мы никогда не стараемся, чего-то нами одно не навязывать, то есть, журналист просто поднимает какой-то вопрос и рассматривает ту и другую тему, то есть, это должно быть полностью объективно, никакого субъективизма не должно присутствовать в сюжете, и еще было бы интересно взять интервью работодателей, которые, возможно, скажут что-нибудь, важно ли... Здравствуйте, я адреса нашей команды, сегодня хочу вам рассказать о форуме Комбар. Этот форум, целью которого является подготовка молодежи, регионок, эффективного участия на тематических сменах всероссийских форумных компаний текущего года. Формирование конкретной следы по появлению, движению, проведению и реализации общественно-значимых проектов инициативы молодежи. То есть это молодежный форум, да? Да, это молодежный форум, который проводится у нас уже много лет, 10 марта там будет 8 площадок и будут являться кандидаты для участия форум уже всероссийских и вот так далее и, не знаю, как бы еще. Вот, то есть там будет проводиться учебные материалы, рассказывать. форумы Проводить эти у вас какие-то и у вас могут участвовать в этом форуме, интересоваться, как вообще интересно это проводится, также могут быть организаторы, у вас у людей знают, как они в ваших форумах и, если что только классно придавалось следовать. Ну, еще важно взять интервью тех ребят, кто же побывал на всероссийских форумах и чтобы они сказали, что данный форум как-2 региональный, который имеет региональное значение, он поможет попасть в будущем на всероссийский потому что на всероссийский не так-то а просто попасть на самом деле. Вот, интересно было бы пообщаться именно с ними и, вообще такое анонс сделать данное мероприятие, чтобы ребята шли к минимальному участию в форумах 2. Потому что Ближегородская область как я знаю, впервые подпроводились и хотелось бы, чтобы это мероприятие было ярким, напоминающимся и прославил нашу Ближегородскую область. Ну, в общем, ребята, как я думаю, в первую очередь должны знать, что такое строительство в форумах чтобы его стимул для активного участия в форуме региональный это Здравствуйте! Нашей команде выбрал вопрос о форуме медиасмысла. Это молодежный форум государственного характера. Государство подключает молодых людей к рекламе работы медиасообществ. Значит, форум закладывает в себе разные сферы общества мы должны об этом рассказать. Также мы должны рассказать, что на данном форуме у нас провели мастер-класс по журналистике, уроки видеопонтажа и подредакция. Мы познакомились с множественными журналистами и видеоредакторами. Мы должны принять впечатления, также взять интервью у слушателей и мы с вами дарим форум. Сама идея нашего сюжета состоит в том, что мы не просто освещаем данный форум, мы как-то участвуем от самого начала до самого конца. То есть журналист, находящийся в кадре во время стендапа говорит о том, что сейчас мы поучаствуем в этом форуме в качестве слушателей, познакомимся не только с преподавателями данной форумы, но и послушаем разные мнения ребят о происходящем. После стендапа у нас идет небольшой видеовариат, ответственных про то, как собираются ребята на данном интервариате, знакомиться может быть, и подсъемы касающиеся уже самой лекции. То есть преподаватели стоящие на сцене. Также мы берем интервью ребят, которые говорят про то, чего они ожидают от этого форума, что конкретно они хотят узнать, и организаторов, которые рассказывают нам про видео этого форума. Также нам необходим будет видеоряд, как сейчас у нас происходило, несколько команд разделились, смотрели в одну точку, совещались, обсуждали. То есть это тоже очень хорошая картинка, реалистичная, как раз таки в лайф. Потом нам необходимо будет интервью с преподавателями, поскольку, что их сподвигло участвовать в данном предприятии. И получилось у них реализовать то, что они потеряли. И в итоге конечным результатом наших сюжетов будет как раз таки мотивация, к которой пришли участники данного форума в перспектив развития, которую они увидят. Еще было бы интересно таким моментом сделать в сюжете рассказ о герое, например, о человеке, который приехал из ВИКС, на данный форум. Почему он приехал, то есть рассказать именно об этом человеке, почему он приехал туда, с какой цель реализовал его. Контрет личный. Об этом всегда очень интересно. Спасибо большое. А можно вопрос, пожалуйста? Вот первый самый видеосюжет просто не очень хорошо слышно. Всемирный или всероссийский был фестиваль всероссийский форум. А, всероссийский форум, да? Все, спасибо. Спасибо большое. Девушки из ВИКС, может быть, у вас вкусно желание ВИКС? Карина, возникло идея. гостей. Хорошо, мы провели все-таки практическую часть. Я надеюсь, что она была вам полезна чем-то и вы сможете применить данные знания в своей дальнейшей профессиональной деятельности. Какие-нибудь вопросы есть у вас для общественности? Какие темы молодежи актуальны для общественности? Я бы иначе рассказывать о детях, о материалах, о интересах люди. А вот мероприятия какие все важны? Например, вот у нас в молодежной программе есть такая рубрика «Дайджест». Там мы рассказываем о мероприятиях именно бесплатных, на которые может сходить студент или школьник. Мастерская деятельность это то, что будет занять секрет. Понятно. А все-таки вот, наверное, может быть, проводят какие-то небольшие мероприятия, учебные заведения, предприятия, я не знаю, какие-то конкурсы там направлены на доступ к семье или... Да, естественно, это очень интересная тема. Потому что многие ребята, многие представители молодежи не осведомлены об этом. Допустим, даже о всероссийских форумах. Они все ездят туда, не все знают, что есть такая возможность съездить на форум бесплатно. Вы это имеете? То есть, чтобы мы поднимали эти темы. Естественно, мы именно этим и занимаемся. Просто сейчас очень мало времени на телевидении, которое отходится данным темам. В основном процветают какие-то коммерческие сюжеты. И мы все-таки выбиваем, вот я со своей командой, выбиваем время для того, чтобы сказать о том, о чем действительно нужно говорить, поднять какие-то проблемы, рассмотреть те темы, которые действительно интересны молодежи. хотелось бы, потому что наверное продать такой ужас спасения кушек с деревьев уже не возможно. Конечно, именно поэтому сейчас так YouTube популярен, потому что там нет ничего вот такого. Говорят, люди рассказывают именно о своей жизни, о чем действительно интересно послушать всегда. Еще есть вопросы ко мне? Нет, хочу сказать, я могу сказать, что люди не знают, как говорили, они говорят, что команды далека журналисты, но у нас есть такое инфекционное председание, которое информационно сопровождает и повторится. Пока это сейчас мы с помощью работы. А если мы захотим создавать видео сюжет, с чего нам начать, какая должна быть периодичность. Я не говорю официальной регистрацией, как минимум у вас должна быть камера, штатив и петличка. И потом уже начинать практиковаться. С каких сюжетов начинается с того, что вам ближе рассказывать о вашем учебном заведении с этого, что интересно именно вам, об этом проще всего снимать, чтобы убрать героев, которые находятся у вас в учебном заведении, которые вам дадут точный комментарий, поддержат вас в этом начинании. То есть я думаю нет ничего невозможного. Если у вас нет журналистов образования, вы просто можете пойти работать в данной сфере, потому что сейчас все-таки актуальна данная вакансия, и берут людей, не обязательно кто-то закончил бус по данному направлению, но и других ребят, кто возможно занимался сам, не знаю, снимал, монтировал, это очень ценится. И этим можно научиться, если у тебя есть интернет, ты смотришь какие-то видеоуроки, я думаю это просто и реально. Самый простой способ прославить любое учебное заведение в директор либо к ректору список выдающихся учеников школы. Кто-то там мэр где-нибудь там, кто-то какой-то офигительный спортсмен, кто-то певец, что люди, которые уже состоящиеся в жизни выдающихся вот вам простая тема, берите тьму. Еще вопросы остались у кого-нибудь? Да, пожалуйста. приемы, участники. Вот скажите, какие-нибудь приемы мы, конечно, вам формально старались делать в самом начале на это смотрите на этот сюжет, приемы какие-то зацены. Что можно делать в начале как-то чтобы у вас у вас именно видеосюжеты выходят, да? Как я уже сказала в лекционной части, если у вас в сюжете есть экшен, то он всегда привлечет потребителя, зрителя. Вам не нужно сразу то есть как я уже сказала, это все должно быть связано с драматургией, то есть начало, завязка, кульминация. То есть как не подвести? Тогда у вас должен быть интересный видеооператор, который будет снимать необычным образом, не знаю, вводить какие-то современные. Но я все-таки журналист не робот. Также журналист, если у вас будет в кадре веселый, эмоциональный, он привлечет до себя внимание, важно включать именно таких людей в процесс, тогда они позволят зацепить на себе зрителя, и человек, который смотрит видеосюжеты, он продолжит, и то есть будет ждать появления журналистов, в кадре, и уже будет слушать о том, о чем говорить. То есть отходить от традиционных принципов работы, что? Если это то есть видеосъемка, то возможно необычный статичный кадр, а сейчас допустим очень модно снимать от первого лица, то есть камера идет, шатается, да, это привлекает внимание, так же я думаю можно поучиться у каких-то современных видеоблогеров, которые набирают большие просмотры на ютюбе, почему-то ведь они набирают их, нужно перенимать их приемы, какие-то мастерства, я думаю это как раз привлечет. Еще есть вопросы ко мне? Можно совет по стендапу? совет по стендапу совет по стендапу мне кажется я уже сказала нет здесь как бы девушка девушки никогда не одевайте белые никогда не одевайте полосатые и никогда не одевайте в клеточку и оператор вас не одевает что делать не надо ну конечно еще вызывающие наряды не нужно одевать нет ну наряды нужно одевать в соответствии с мероприятиями если это съемки по имблог естественно камуфляж если это открытие в оперном театре это естественно как бы платье а не наоборот так же у нас на телеканале запрещено чтобы у девушки были открытыплечья ну еще там чтобы у вас никаких лейблов не было зачем вам на халяву вы это рассуждаете с точки зрения и диапазона спасибо ладно все спасибо большое я ждала этого вопроса на мой взгляд нет вы же смотрите телевизионные продукты только в интернете вы также приходите включаете интернет смотрите сериалы которые были по телевидению так ведь только в интернете вы смотрите то есть телевизионный продукт жив он развивается конечно возможно через 10 лет у меня у самого телевизора нет я смотрю все в интернете но тем не менее это также телевизионный продукт мы также смотрим только через интернет телевизионный канал нет то есть вы предпочитаете ютюб или что все интересные смотрят вопрос то в чем почему телевидение сейчас не набирается телевидение сейчас играло раньше сейчас телевидение смотрят те ну 40 плюс допустим ну 40 плюс то есть сейчас смотрят ютуб ну в основном молодежь молодежь это то чтобы была чтобы не было цензуры не в плане того чтобы там именно 18 плюс о чем вы говорите что нельзя там девушкам повторить и все остальное и поэтому людям нравится когда есть свобода а в телевизоре нет свобода нет смотрите например те же самые например наша программа зачет она также выходит на ютюбе вы также можете ее там увидеть я понимаю что вам хочется смотреть что-то без цензуры да ну здесь наверное можно даже сказать что хорошо берем рамки уходите вперед уходите вперед есть интервью телевизионное которое не выходит за рамки есть интервью ютубовское которое может посадить за рамки можно задораскивать на вопрос и никто на это не обидится на телевизоре такого нельзя делать ну здесь даже не так я просто дал полный простой пример по Нижегородской области африканскую чума сменеют хоть кто-нибудь развернутый репортаж никто не сделал по одной простой причине потому что губернатор просто подставили реально подставили и была вот такая заворота а нельзя это показывать никто не показал ну там один канал конечно показал не местный вообще нельзя это стражать ну да естественно то есть такая цензура с правительством есть рамки такие шаг влево шаг вправо считать побегу прыжок на месте провокации причем все федеральные каналы кроме выпускающих редакторов есть редакторы которые формы выходят в штатскую вот и все то есть отвечая на ваш вопрос я бы хотела сказать так что те же тоже телевизионный контент выходит и на ютубе и вы уже выбираете что вы будете смотреть то что с цензурой и то что имеет какие-то моральные рамки не знаю не только моральные но еще другие рамки либо будете смотреть видеоблогеров или что-то еще то есть это на ваш выбор но на мой взгляд нет не умирает естественно умирает в обычном формате телевидения но переходит и приобретает уже новый формат все спасибо была рада с вами познакомиться надеюсь данный опыт полученный сегодня вам пригодится спасибо друзья теперь у нас небольшой перерыв и мы 14 часов собираемся опять здесь на следующее занятие на следующее занятие я представляю вам руководителя проекта культура в городе Андрея Носова здравствуйте друзья меня зовут Андрей я занимаюсь проектом как было уже сказано культура в городе на протяжении последних ну так плотном режиме 4х лет кроме того с 2011 по 2016 годы я работал в государственном центре современного искусства в источный центр арсенал наверное знаете и слышали занимался там различными культурными проектами вот смотрите я вам сегодня расскажу про наш проект городской медиа который мы делали и продолжаем до сих пор делать и я вам расскажу еще про один проект связанный с тоже с медиа с онлайн образованием который для нас сейчас собственно актуален соответственно я минут 30 поговорю да о том что мы делали и что мы делаем и хочу оставить время на вопросы соответственно задавайте вопросы по ну потому что я рассказывал и задавайте вопросы особенно мне будет интересно если у вас есть у самих какие-то идеи медиа проектов или что-то вы делаете или что-то хотите сделать задавайте вопросы я могу быть вам полезен в плане консалтинга или каких-то таких фидбэков на ваш проект значит культура в городе да вот такой сайт скажите что вы читаете вы читаете какие-нибудь СМИ что скажите первый канал кто-нибудь смотрит да супер хорошо Медуза кто-нибудь знает классно ага так что еще снов журнал так давайте сложнее Кольта сайт Кольта кто слышал никто хорошо почитайте очень интересная штука смотрите суть в том что когда мы планировали вот эту вот культуру в городе это был если я не ошибаюсь 50-й год все поняли примерно как пользоваться контактом да там начал появляться хороший контент начали появляться какие-то интересные хорошие СМИ которые говорили о приличных вещах приличным языком типа запишите посмотрите на досуде теории практик раньше был большой город журнал ну афиша наверное вы знаете и естественно у молодых активных людей в регионах появилась мысль о том что конечно в нашем городе должно быть что-то подобное что-то интересное потому что запрос был и так получилось что я занимался организацией культурных событий в сфере в основном литературы ну и всяких таких публичных обсуждениях разных интересностей формата типа печи куча где выходят такие люди которые что-то делают рассказывают а им задают очень кавердные такие вопросы вот и все это там еженедельно проходило на разных площадках и я понял что у нас в городе проходит довольно много всего интересного Арсенал тогда делал какие-то вещи просто людям которым нравилось делать что-то какие-то события там роликов режиссеров фотографов и так далее я понял что надо как-то собирать все в одном месте и начал ну просто все эти люди которые что-то делали были моими друзьями как-то или иначе знакомые я просто начал перепачивать все себе на стену ВКонтакте вот делал-делал это полгода и как-то это выглядело как жуткий спам но тем не менее кто-то это читал вот потом я уехал на две недели в другой город и мне начали сыпаться сообщения ну типа чего-то перестал пустить нам теперь неоткуда получать информацию не знаем куда сходить потому что никаких сайтов нятных афиш не было никаких ну как пабликов да тоже тогда особо этим никто не занимался и в общем я понял что надо сделать какой-то такой блок для моих там 150 друзей которые хотят знать куда бы сходить сегодня вечером и когда я начал накидывать на бумажке ну какие-то варианты как это можно сделать я тут тоже немножко умел ну скажем так делать сайт как это устроено да я понял что в принципе у людей есть ну такие три потребности первая потребность это просто быстро узнавать то что происходит и чтобы за них кто-то отбирал информацию вы ведь знаете да то что в интернете ценится не наличие информации которая там очень-очень много она копируется всеми коммунили и ну она низкокачественная в среднем да вы же знаете да ценится отбор вы читаете те страницы где за вас качественно отобрали информацию чтобы не тратить ваше время на перелистывание тысяч тысяч значит ничего не содержащих ссылок ну и вот в принципе я этим начал заниматься в общем отбирал на свой вкус то что мне нравится сделал простой блок вот не так он выглядел к сожалению не остался старый дизайн в общем это был просто сайт без всего вот скажем так и так получилось что делал я это параллельно со своей основной работой это уже работал в арсенале а работа там только арсенал открывался была примерно ну с 8 утра где-то до 9 вечера вот в оставшееся время пока я наложился спать я занимался наполнением вот этого блога и так получилось что да вот это вот такой входной контент то есть люди приходили для того чтобы посмотреть куда сегодня вечером сходить и не тратить время чтобы отличить там не знаю хороший концерт от плохого концерта хорошее выступление лектора от плохого выступления лектора и так далее потом оказалось что еще очень интересно людям смотреть там фотки и читать про то как что-то произошло даже если они там были да потому что люди как-то любили на себя смотреть все такое и мы вели вторую рубрику такую которая давалась с большим трудом потому что там уже надо было создавать какой-то качественный контент уникальный начали рассказывать ну делать какие-то репортажики рассказывать о том что было и даже иногда делать такую ну критику то есть содержательные тексты не просто я пришел туда и увидел там кто-то да а какая-то ну содержательное то что называется то что принято называть журналистикой вообще вот где автор высказывает свое мнение кто-то разбирает вот разбирает что-то и в общем углубляется в предмет статьи это были совершенно на самом деле для СМИ неподходящими и не читаемыми и вот я так же стоял в 2011 году значит на сцене в кафе Безухов рассказывал про нашу идею там сидел директор NN.ru это знаете ли такой сайт да отличный сайт самый большой в нижнем до сих пор ну кроме соцсетей вот и я ему сказал ну ребят закрывайтесь никому не нужен такой контент вы можете это делать на досуге для себя никакого развития у вас не будет вот после этого я решил что надо точно дорабатывать все до ума мы сделали проект получили экспертную оценку в Москве там в медиасообществе подкрутили да доделали какие-то вещи и вот через два года после этого все это время я его делал в бета-режиме то есть постил до 10% контент 10% того что я бы хотел если бы у меня были ресурсы на это и через два года постоянных вот таких вот каких-то поисков ресурсов поисков пути реализации проекта я нашел частного инвестора который спонсора который готов был в момент скажем так в нашем услуге по медиапозиционированию медиапоизводству финансировать вот такой странный проект который действительно денег естественно напрямую не приносил приносить не мог и не может на мой взгляд хотя он тут рассказывает про проект village это очень хорошая кисть это немножко другое и в общем и мы начали делать да упаковали сайт уже вот в такой вот в такой вот вид ставили вот этот вот логотип прекрасно я его придумал собственно говоря в 2009 году это слова набранные Джорджа Болт швифтом вот потом мы заказали логотип дизайнеру из московской школы из британской школы дизайн который закончил она делает упаковки и всякие модные бренды заплатили 70 тысяч она ну как бы сделала 5 вариантов все равно остался сложная задача какая-то и большие у нас притязания в общем что у нас получилось а у нас получилось что да мы упаковали по сути вот эти запросы которые мы получили от людей в несколько скажем так в несколько рубрик можно рубрику события открыть мы сделали такой календарь это единственное что нужно было сделать ну реально то что нельзя было сделать бесплатно и за что нужно было заплатить программисту календарь по месяцам неделям и дням где есть отобранные нами события их можно еще сортировать по тематикам платным бесплатно где это происходит и так далее вот сюда вот нам все приходили читали описание выбирали смотрели куда сходить затем мы сделали вот на первую вкладку можно перейти да такую историю с новостями ну туда писали какие-то такие да не новости в смысле что-то произошло или там кто-то какой-то чиновник сказал что будет отреставрирован какой-то памятник какие-то деньги да вот такого мы не писали мы писали просто ну про тот контент который нам интересен ну какие-то узнанно такие анонсовые вещи либо штуки-содержатель обязательно с каким-то уникальным комментарием ну то есть не перепечатали пресс-релизы что ну для информационного агентства просто смерть ну понимаете как делается большая часть контента просто берется пресс-релиз копируется много раз ну и мы начали писать статьи можно чуть-чуть пролистать вниз да иногда это были какие-то просто опять же да события которые нам нравятся и мы просто экономили ваше время на то чтобы планировать свой досуг иногда мы пытались как-то проанализировать то что происходит в городе в широком смысле в культуре это могло быть там образование собственно выставки музыка какие-то урбанистика архитектура да архитектура у нас очень много мы это все любим ну и так далее и так далее и у нас начали появляться какие-то тексты мне все время хотелось сделать очень хороший умный качественный контент который мало кто делает по экономическим соображениям в основном и у нас начали появляться какие-то совершенно сумасшедшие лонг-риды там на 40 тысяч знаков со временем чтения там 30 минут это интервью с каким-нибудь там поэтом филологом который приехал в Нижнее из Германии например естественно никому это больше не интересно не то что в Нижнем а в России и мы начали получать очень хороший фидбэк да и трафик из не только из Нижнего но и из Москвы и Питера и вообще из России и из русскоязычного зарубежья и в общем все это стоило довольно небольших денег до сравнения с тем ну сколько на это тратили наши коллеги в Москве и в Питере потому что мы находились нижним малоплатили автором а они все равно были довольны делали все довольно хорошо да ну и потому что я у меня уже была практика оптимизация различных процессов и в общем все на что мы могли не тратиться мы не тратились кроме логотипа это была ошибка ну в общем вот таким образом она работала все были счастливы трафик рос да и мы ну как бы счастливо не искали пути заработка и монетализации потому что такой проект ну вот при всей экономии стоит ну от 70 до 100 тысяч в месяц это в разы меньше чем стоят ну обычные государственные СМИ и так далее но все-таки это не волонтерский проект и как волонтерский проект над самым такой мотивации да это не работает ну и не должно работать ну и да пришел кризис и деньги у нас в общем кончились если очень коротко рассказывать эту историю мы поняли что надо каким-то образом да если мы хотим чтобы проект продолжал развиваться надо искать пути ну чтобы люди нам платили за то что мы делаем или просто так ну не важно чтобы кто-то короче давал нам денег самый простой путь это реклама да понимаете но мы попробовали что-то делать в этом поле да я встретился с несколькими людьми но понял что конечно рынок региональной рекламы когда человек решает порекламировать ему свое кафе с пончиками за там 5000 у нас на сайте или за 4000 значит вконтакте но это не совсем интересно и пришло бы завешать вот примерно 80% вот этих баннеров были бы рекламными очень большая шапка такая вот чтобы получить процентов 70 денег которые нам нужны ну и а да еще писать про всякие более резонансные события из ну около культурных скажем так сфер в общем мы не хотели уменьшать уменьшать качество контента и завешивать сайт рекламой и поэтому спросили у своих значит пользователей вообще что они хотят и поговорили да что интересно видеть оказалось что людям не хватает интересных хороших контентных образовательных событий как это ни странно да что это значит это значит что людям было интересно вечером после работы приходить и слушать какого-нибудь умного человека который рассказывал им довольно простыми словами про какую-нибудь важную вещь да ну вот в нашем случае связанные с культурой например про не знаю историю кино или про то как работает медиа в интернете или еще про что-то и в общем мы решили заняться депутатным образованием для взрослых да для тех кто уже скажем так понял что он хочет в жизни и понял что ему не дали в университете и начал делать курсы для того чтобы поддержать наш контент начали мы их делать да мы сделали первый курс он был посвящен знаете современной поэзии вот у нас пришло три человека на него значит пять занятий преподаватели с ними заниматься да при том что мы потратили месяц на пиар и продажи этого курса вот преподаватели с ними заниматься каждый из них ну прям очень сильно прокачался в этой теме но понятно что да это еще хуже чем реклама был и и мы поняли в общем зафиксировали очень много ошибок которые мы сделали и начали делать следующие курсы но идея не угасала и в общем долго готовились и вот этой этой осени сделали курс такой тоже странный и так понимать современное искусство такой оффлайн курс когда люди приходили вот так же сидели за столами значит и слушали что-то там про историю искусства ну с тем посылом что вот вы приходите и ничего не понимаете а вот как что это вообще значит да и зачем нам вообще это понимать и когда мы начали рассылать рекламу и рассказывать людям вот на нашем сайте и в каких-то сайтах партнеров неожиданно начали регистрироваться люди и что самое удивительное приносить деньги ну то есть они регистрировались да мы очень хотим и платили нам деньги это нас жутко удушевило на самом деле нас набралось больше сорока человек на этот курс на первый запуск да мы тут же сделали еще четыре схожие тематики по кинематографу он два раза он прошел по театру и по пиару только больше для профессионалов там вроде все вот и в общем к нам приходили люди мы их встречали вот они сидели там по 15 по 20 человек значит пили чай кофе и слушали но оказалось что на самом деле это не очень ну как бы выгодно потому что нужно арендовать помещение встречать людей поедать их чаем кофе убирать за ними стулья и так далее и так далее я был у меня уже большой был опыт такой деятельности поэтому я понял что надо что-то убирать а именно помещение стулья кофе и так далее то есть переходить в онлайн мы решили перевести эти курсы в онлайн и сделать вот можно последнюю вкладку в браузере и в верхний экран шашку да очень тут яркий свет там на самом деле красивая картинка на подложке посмотрите откройте у себя на телефон если хотите вот и в общем перевели это все в формат онлайн курсов и вот тут как бы дело пошло уже то есть действительно нам стали поступать какие-то вопросы что это такое да что вы там рассказываете я вот учился на искусствове но ничего мне не рассказали дальше с 19 века хочу очень там знать да да и мы ну после за первые месяцы получили 60 примерно заявок на регистрации просто по своей базе причем ну наверное половина из этих людей были нижегородцы они нас знали лично им нравилось что мы делали наш контент но они просто не могли физически после работы значит доехать на улицу Почаинской и присидеть там два часа значит слушать слушая лектора им было конечно удобнее вот так вот это все воспринимать а можно пролистать немножко вот на экран ниже там есть структура да ну то есть в чем суть в том что люди заходят смотрят учебные модули иногда у них есть вебинары на которых они задают вопросы они выполняют свое значит задание то есть есть интерактив обязательно это на самом деле то за чем люди приходят потому что просто смотреть лекции они могут бесплатно всегда ну и еще во время курса мы предлагаем всегда писать да задать приписки просто по мессенджераме пишут нам свои вопросы получают ответы какие-то дополнительные материалы для чтения наша аудитория можно чуть пониже еще да 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 ну вот такой объемный курс никакая больше не буду делать таких больших да мы его делаем три месяца таких съемок каких-то редактур и всего вот этого занятие конечно приятное но когда ты это делаешь да четыре месяца три стола месяца это уже перебор небольшой это надо конечно делить вот но так или иначе мы пришли вот к такой модели сейчас ее развиваем и да курс был тестовым мы поняли что делать не надо а что делать надо и сейчас мы будем делать ну просто еще такие курсы и как можно больше мы ушли от нижегородской аудитории но это дает нам возможность делать иногда какие-то интересные события да в рамках собственно наших первоначальных идей ну и вот света я думаю что мы уже у нас уже получится самоокупать наш сайт да и делать так чтобы он работал постоянно и радовал вас и нас хорошими материалами про культуру вот такая краткая история да того что мы делаем тем была заявлена про городские медиакультуры да медиапроекты вот в общем в ходе этого всей этой эпопеи с культурой города я получил массу да совершил массу очень ценных ошибок которые мне как бы дали возможность все более трезво оценивать и попробовал много форматов да собственно говоря городской медиа с чего мы начинали которая потом плавно превратилась в площадку для культурных событий да и которая вот сейчас превращается в онлайн площадку для образовательного медиаконтента все это ну честно говоря требовало постоянной смены компетенции то есть утром я не знаю там работаю интернет-прокетологом днем я снимаюсь медиапродакшеном снимаю видео там монтирую и так далее вечером я работаю администратором площадки встречаю людей общаюсь с ними на что делаем кофе да и так далее у нас сейчас сколько три сотрудника постоянно этим занимаются в общем это требует конечно постоянной смены компетенции смены деятельности но так или иначе да я обнаружил как то общаясь с профессиональной среде вчера два часа общался с моим коллегой из москвы который делает похожие проекты оказалось что примерно похожие процессы идут в других регионах ну и в москве тоже да в москве они просто более такие масштабные и связанные с большими потоками финансирования а в регионах они больше похожи на такие ну самодеятельно значит волонтерские такие вещи но так или иначе это тот тренд по который сейчас есть да то что появляются интересные медиапроекты они могут быть связаны с чем угодно обязательно с культурой жизни города с какими-то нишевыми вещами типа популярной музыкой или с чем-то еще да ну вот если брать в широком смысле культурные СМИ то сейчас очень многие делают свои площадки свои скажем так да центры оффлайн почему потому что они им надо как-то привлекать ресурсы и публика которые они наработали ну да готовы за это платить и готовы им доверять в плане там да проведение такого интеллектуального досуга который который какому-то количеству населения все-таки нужен да и есть процесс обратный то есть когда люди делают что-то оффлайн в определенные там ограничения особенно в регионах потому что вы делаете хороший проект вы видите что у вас требовано но вы можете его донести до тех кто живет в вашем городе точнее даже в вашем районе потому что на самом деле люди не всегда готовы ехать далеко чтобы прийти в какое-то время да поэтому вот тренд сейчас это переход в такие вот форматы если мы не берем каких-нибудь ребят которые работают с федеральным рынком рекламы да это вот ну Лида наверное рассказала про сайт The Village который ходит вот они как раз стартовали да в середине нулевых и сразу активно сотрудничать с федеральным рынком стартовали из Москвы потом Петербурга и вот сейчас они запускают процессы в регионах похожие вещи пытаются делать другие интернет СМИ ну такого вот как-то культурной направленности например теории правтики вот мы с ним тоже общались но я как-то так их отрекомендовал в общем делать делать что-то в регионах а с Виллдж я очень надеюсь что все получится потому что действительно там есть интересная культурная политика редакционная политика да если у нас будет если они смогут найти что-то интересное о чем можно регулярно рассказывать хорошим языком книжним то это будет просто поступать да не слишком критичный этот случай если у вас есть какие-то вопросы замечания пожелания Аня да ну ну да да в формате но дело в том что за последние года полтора-два действительно количество информационных поводов скажем так связано с моей темой ну современной актерной культуры оно конечно снизилось понятно что всегда есть о чем рассказывать можно съездить ну найти хорошее если ты хороший журналист можно конечно всегда найти интернет-клуб значит единственное оставшись в городе сделать отличный репортаж да можно сделать там найти какого-нибудь уникального человека который делает какие-нибудь интересные штуки расскажет про это но это фоновый контент который ну через год через два закончится то есть ну как бы вот по поводу событий да есть интересные события и к нам приезжает много интересных людей и это вот тот ресурс с которым мы работали на самом деле у нас очень много было интервью это относительно просто сделать и это и если ты хорошо эволютируешь оно интересно то есть оно будет посещение вот это да но с другой стороны это не совсем формат филоши ну просто я с ними работал по виду как они делают материалы и вот вообще ну так не очень много событий скажем так да сейчас повестка такая жидкая на мой взгляд да что-то еще может быть я говорю что если у вас есть у кого-то свои идеи своих проектов и да или вы хотите заниматься может быть медиа кто-нибудь журналистикой нет да а у вас все купилось то что вы потратили на это извините ну честно смотрите то что то что я вкладывал в это на свое время первые там два с половиной года они никак ну никак не окупились естественно потом мы потратили на проект не считая материал-технических затрат которые ну не на этот проект пошли а просто на другие нужды два с половиной миллиона вот но как бы это как бы мы в счет этих денег мы параллельно оказывали просто услуги по медиаконсультированию и созданию там параллельных проектов поэтому фактически нам как бы платили ну просто больше средней рыночной цены мы делали продукт не связанный с культурой ну или опосредованно связанный и еще как бы мы поэтому имели возможность делать свой проект то есть это была вот такая история с курса окупаются и но могут выйти на прибыль если да я сейчас над этим работаю сейчас вот ввиду переговоры меня пригласили в такую венчиванную историю венчиванный фонд который занимается как раз масштабированием этих проектов то есть они видят ну вот такие вот скажем так подбирают проекты на старте когда у них есть уже первые продажи когда у них есть какой-то нехороший продукт и потом просто говорят давайте делаем в 300 раз больше например вот с такой вот историей я сейчас пытаюсь работать то есть само медиа сам контент себя не окупает окупает какие-то дополнительные навешанные вещи то есть либо если вы для работы что-то делаете либо если вы делаете какие-то события вот таким вот образом ответил? что-то еще? да про события ну я думаю что мы будем рассказывать когда у нас будут будет много ресурсов на это достаточно если я там попробуем все-таки восстановиться потому что история хорошая вот но мы не хотим точно идти в другие города нам предлагали и мы ну не хотим углубляться в историю с рекламой и ну собственно говоря навешивание на сам сайт каких-то там на то что что-то нативное реклама и так далее потому что это можно сделать но надо тратить очень много сил и компетенции чтобы получить ну не очень большой скажем так для меня хотя вы можете сделать свой проект и он будет работать но вам придется очень много работать вот да а вот как вы считаете реальнее сделать ну с не такого качества допустим про культуры в городе в небольшом городе где в принципе событий не много где лучше облицать а в какой город ну Держинский реально да смотрите это другая история это другая история с это ну как бы с локальными СМИ скажем так понимаете вы должны то есть мне вообще жутко нравятся локальные газеты да когда я вижу какой-нибудь там бываю иногда родственников в области там с какой-то комсомолит или что-то такое понимаете там есть какие-то совершенно анаграничные форматы типа объявлений там о продаже некрологов я жутко давно не видел некрологов и она окупается то есть это не дозуционная газета ее бы давно закрыли потому что она важна для конкретных людей которые для которых этот способ получения информации является ну важным и важно себя ну то есть важно знать что у нас есть газета да мы живем в Сечене у нас вот есть своя газета поэтому если вы нащупаете потребность да то есть почему я рассказывал в начале про то что это выросло из публикации на моей стене да потому что фактически я тогда об этом не знал но я делал тестирование прототипа тестирование идеи то есть я не вкладывая особых ресурсов просто там да просматривая свою ленту я зафиксировал то что ну фидбэк есть и то что людям это нужно да так или иначе потом я спросил а почему это нужно у нас есть проблема у нас потому что нет там идейное какое-то да мы не хотим тратить время и я людям предложил ценность да то что я экономил время за то что некоторые из них допустим платят за курсы вот то есть фактически все сводится вот к этому если вы обнаружите конечно удерживаться ценность на какую-то потребность людей знать об этом я уверен что она есть другое дело как ее обнаружить и как упаковать контент вот в этом это собственно и фишка я думаю что это может быть и более того я думаю что это ну довольно перспективная история в частности основываясь на опыте каких-то европейских проектов потому что там вот эти вот локальные газеты да там интернет часто развит хуже чем у нас так или иначе но эти локальные газеты они переворчевали какие-то довольно приличные локальные СМИ они как-то работают вот другое дело что там есть ну много малого бизнеса ну это тоже надо просто смотреть в общем я думаю что это возможно во-первых если вы будете решать проблему которая ну как-то у людей которые в Держинске есть стоит не знаю там о чем они хотят узнавать и какие форматы читать может быть о том куда там сходить в Держинске да или там а может быть о том кто сколько денег там соборовал в администрации да да надо тестировать да если говорить о культуре то ну понятно что очевидно всегда можно выезжать на каких-то интересных материалов про людей да про когда портрет такой на всю обложку знаете такой есть стилистику некоторых СМИ вот и внутри большое интервью вот это вот то да что нам всегда интересно смотреть читать про конкретного человека ну я бы вам посоветовал просто пробовать потому что да сейчас просто создание контента сейчас практически ничего не стоит кроме вашего времени и искреннего желания и даже если вы сделаете я не знаю там и на сайте а в группе ВКонтакте то вы тут же получите фидбэк ну очень быстро поэтому в общем советую делать да совершенно здорово кто вы кто делает похожие вещи что-то еще что-то они там будут да просто получаете какие-то гонорары которые получают они получают ну хорошие гонорары сравнимые с их зарплатами вот то есть это еще один такой эффект от вот этих курсов то что не только те кто слушает получают некое уникальное хорошо упакованное знание но и те кто преподает потому что допустим тот человек который преподавал у нас там вел курсы по кино он преподает в медицинской академии ну другой предмет философы как он читает и получает за это очень маленькие деньги зато и он и у него нет возможности просто прочитать курс который ему хочется потому что там есть очень жесткая программа и как будто наши полны ведет в самом-с arteries угрозной и поэтому вот и вот в какой-то тысячи не au Ну, в разы выше, чем в институте. А, во время решения вы с нами выбираете? То есть, вы их там приглашаете? Преподаватели? Да, лично, 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 да. Ну, конечно, это связано с тем, что, на самом деле, есть большая проблема в том, что очень многие люди, которые обладают знаниями или компетенциями, которые могут быть многим людям полезны или интересны, не умеют о них говорить. Это связано с непубличным и неконкурентным характером нашего высшего образования. Да, если, допустим, это был пример американских преподавателей, которые всегда умеют делать шоу, скажем, на лекции. Ну, или хотя бы понятно разговаривать и понимать, что люди больше 30 минут подряд. Да? Да. Слушайте, они тоже не могут, надо что-то менять. Поэтому я беру людей, которые обладают уникальными компетенциями и искренне заинтересованы в том, что они говорят, как-то приятно разговаривать с людьми на тему своего профессионального истории. И которые умеют говорить, и которые умеют слушать, потому что курсы построены все-таки так или иначе на интерактивности. И понятно, что все вы можете всегда прочитать все в интернете. Знаете, если вы обладаете навыком поиска, то вы можете еще и быстро это сделать. Люди ходят, ну, на самом деле, не слушать информацию и факты. Да? Люди ходят общаться. Точно так же, ну, как основная претензия к такому классическому образованию со стороны, это то, что, ну, все, что рассказывают на лекции, можно прочитать. Это быстрее. Вот. И то, что мы, на самом деле, на самом деле, наше ценностное предложение – это многоемая возможность людям пообщаться с очень комитетным человеком, в той среде, которая интересна, если уж так честно говорить, в большом счете. То есть это модель большинства таких успешных, прогрессионных, образовательных проектов. То есть сам контент ничего не стоит. К тому же его образу скопируют тут же, если он что-то стоит. Поэтому контентом зарабатывать нельзя. А как давать или мы отбираем, их мало очень, к сожалению. Ну, смотрите, у меня есть два критерия, чтобы мне был доступен преподаватель моей телефонной книжки, но чтобы я с ним имел более-менее налаженный контакт с моей стороны. Как мы выявляем? Ну, вообще, то есть мы сначала продаем, потом делаем. То есть никогда не делайте, но если это какая-то история связана с продажем, никогда не делайте то, что не продалось, понимаете. Мы делаем лендинг. Вот можно? Уже закрыто? Сейчас объясню. Вот этот лендинг я сделал, ну, там надо два-три дня научиться делать в платформе. Я его сделал за четыре часа примерно, первая версия. И за пятьсот рублей платил там, ну, сам Хостин. И, ну, наверное, он туда трафик разместил. Это были наши группы на сайте и так далее. Люди кликнули на кнопку «Купить». При этом не приступили к созданию курса. Потому что создание самого курса, да, вот эти 14 модулей и упаковка стоят около 170 тысяч. Ну, вот если считать все затраты, то есть это довольно дорогой контент. Как только мы поняли, что эти деньги у нас есть, ну, как бы, люди зарегистрировались и сказали, ну, пришлите мне счет на оплату, мы начали производство. То есть, ну, как бы, это такая логика интернет-продуктов. Ты сначала продаешь, потом производишь. Соответственно, вот сейчас мы будем запускать онлайн практикум пиар в культуре для профессионалов, там, в культурной сфере. Ну, скажем так, работников, мы вот тестировали у себя на площадке в офлайн, работников библиотек, музеев, там, всяких культурных центров, анти-кафе и вот это все. Естественно, что у нас есть представление, как будет выглядеть курс. У нас есть план курса подробный, всякие там уже отзывы прочитанного оффлайн-курса, но онлайн-курса мы не начали записывать. Мы выложим лендинг, сделаем, ну, маркетинговую компанию, получим регистрацию, поймем, на сколько стоит одна регистрация, и потом уже будем или не будем делать курс. Если будет мало, мы его не будем делать, просто скажем, ну, ребята, извините, камень в сумму, да, когда-нибудь сделаем, потому что деньг они еще не заплатили. Если они заплатят, то мы скажем, давайте, давайте делаем, да. Но для этого должен быть, мы должны очень четко представлять, как делается контент, какая камера вам нужна, если нужна камера, кто будет редактировать текст, кто будет рисовать дизайн и так далее, и так далее. То есть, чтобы мы могли быстро, качественно это сделать. Так работают большинство успешных… Ну, то есть, эта модель, понятно, что ей обычно не учат в школе и в университете, и вообще государственная там, да, эти большие организации, наоборот, сначала сделать задорого, а потом, ой, как бы не нужно, да, сначала там построить, не знаю, там какой-нибудь фок где-нибудь, а потом, ой, не ходят, да, вместо того, чтобы, ну, попробовать пройти по людям и предложить там абонемент в этот фок, да, ну, по-моему, это просто, ну, это просто архетологические такие бизнес-стратегии, которые работают и в культурных проектах, и в социальных проектах, и позволяют оценивать. До того, как ты начал тратить ресурсы, позволяют оценивать то, что ты можешь получить. Эта технология, ну, вы и можете научиться там, да, если углубить свою сферу, есть прямо технологии, то есть, типа, ну, продуктовый интервью, как надо говорить человеку, чтобы, ну, понять, что ему нужно и зачем он, допустим, пользуется той или иной услугой. Ну, я занимаюсь консультированием в разных проектах. Приходили ребята, которые делают школу живописы. Ну, приходят, люди рисуют, учатся рисовать. Они говорят, у нас 50 человек. Я говорю, слушайте, ну, из 50 человек у вас ведь 45 – это женщины, и 40 из них старше 35. Они говорят, да, а как ты узнал? Я говорю, слушайте, ну, они… мы хотим сделать онлайн, типа, ну, вот такую же историю, типа, сделать онлайн-курс, чтобы они еще наплатили за то, что они будут смотреть, значит, уроки. Ну, онлайн? Дома они. Онлайн? Я говорю, слушайте, ребята, а вы спрашивали, зачем они к вам приходят? Они говорят, ну, конечно, рисовать, они хотят научиться рисовать. Я говорю, если вы с ним поговорите по-нормальному, да они в школе, и не спрашивая, а хотите ли вы рисовать прекрасные картины, на что вам они любят что-то. Да, вы все же хотите уметь рисовать, правильно? Ну, или больше стоит вас. Больше стоит вас, когда этого не сделают на каком-то уровне, потому что это далеко не на первом месте стоит. Люди приходят общаться, да, им не хватает общения, они за это готовы платить 500 рублей за вечер, и уж будут они там рисовать или валять из шерсти, это уже, ну, десятое дело. Важнее то, что это рядом с домом, там приятная атмосфера, и преподаватель, который может с ним поговорить. То есть тут еще очень важно понять, что именно ты предлагаешь людям. И в онлайн-курсах мы предлагаем, например, у нас их не покупают студенты, у нас их покупают специалисты, которые поняли, что им не дадали в университете, и их специальность как-то связана с этой тематикой, и у нас это покупают люди, которые хотят и считают, что быть культурными, не знаю, про искусство – это круто. Ну, то есть они как бы хвалят себя за то, что они вот много знают. Для них это такой статус и ценный интеллектуальный досуг. То есть выявив вот эту проблему, мы понимаем уже, как это упаковать, и самое главное – кому это не надо предлагать. Да, потому что мы можем потратить очень много усилий, денег и времени, и бессонных значений, чтобы предлагать это студентам. Или рассказывать вот так вот, да, я же вам предлагаю пройти курс, например, потому что большинство из вас пока не нужно. Да, и очень важно понимать, на что не надо тратиться. Да, вот свои усилия. Вот, то есть, ну, вот почему. Ну, это технология. Да, это не у вас какая-то уникальная там, с посреди или еще что-то, просто такая, в принципе, правда. Да, что-то еще. Все. Если, смотрите, если хотите, если у вас возникнут какие-то вопросы, можете найти меня, значит, на ВКонтакте, не знаю, или вот написать по-любому из этих ВКонтактов и спросить, я не знаю, поставить, что предложить. Андрей Носов меня зовут. Либо, ну, у меня сейчас еще есть несколько минут, можете подойти, еще там, можем пообщаться. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ